А еще несколько слов о мифологии славян, славянской мифологии. Я уже оговаривал, что славян много, они в данном, так сказать, варианте, еще и христиане разных образцов, в связи с чем нет, так сказать, взаимной любви и принятия и сотрудничества в этой области. Объединиться на базе язычества было бы и без того сложно, а сейчас и вовсе невозможно, поскольку есть, так сказать, Евросоюз, НАТО и Великая Россия, которая претендует на роль лидера во всех планах. И часть реконструкторского нового языческого движения я называю нативизмом, хотя эти люди называли себя новыми язычниками, потому что я больше вижу в мифологии и, так сказать, магии, реконструкции всего этого, праздников, там, обрядов, орнаментов, больше политики, то есть попытка идентифицировать себя с какими-то великими предками, язычниками. Поэтому отчасти объяснимо, почему новое язычество, как массовое течение, слегка видоизменилось и по большей части соединилось с националистами. Вот, что, конечно, не добавило репутации вот этой реконструкции, ничего хорошего. Итак, значит, мифология, значит, на базе того, что мы называем восточными славянами, лучше всего уцелела в Белоруссии и до сих пор, как говорится, там, отражена в каких-то реалиях вполне современной жизни. То есть это и торговые бренды, это и какие-то, так сказать, произведения искусства многочисленные, это и памятники, и даже культовое сооружение в парк Волунов. Даже использование во время военного парада магического знака, не говоря уже о магических знаках на знамени, и в целом ряде других гербов по городам Белоруссии, там, скажем, по отдельным даже районам. Вот. В магазинах вы найдете множество товаров, сувенирного образца, в которых тоже присутствуют мифологические персонажи, начиная от божеств, значит, полный пантеон, и заканчивая, так сказать, различными мелкими существами и специальными, так сказать, изделиями магического назначения, такие, как, например, паучки, птички. Вот. Я в предыдущих выпусках показывал, у меня на стене висят вот такие вот цацки, значит, товары народного потребления, значит, на каковых изображаются магические знаки, потому что это тоже повседневная жизнь белорусов. Теперь то, что называется пантеон, да, то есть боги основные, значит, они у нас, если условно выстроить по той же схеме, что есть бог-творец, и есть следующие за ним инстанции, то, значит, в архаической версии бог-творец ничего не значит, сделал и пошел себе гулять. Вот. Всем заправляет богиня-мать, каковы, значит, там, скажем, спутницы ее, богини-рожаницы. Отдельно стоит богиня Купала, которая, как бы, не является дочерью великой матери богов, или ею является, но, по крайней мере, она не при ней. Вот. Она достаточно самостоятельна. Купала сопоставима с Кибелой или Кубабой Хеттов, или Кибелой, так сказать, малоазийской. То есть это богиня тайн, тайнств, колдовства, значит, какой-то женской, там, скажем, неисчерпаемой силы, чем напоминает грозную богиню Кали в индуизме. Значит, праздник под названием Купальле у белорусов, или Купальская ночь Купала, значит, у русских, великорусов, значит, это некое торжество по поводу того, что, значит, солнце достигло апогея, значит, и вот в этот момент, как бы, чудесным образом заиграло в этот день. Раскрываются тайны, раскрываются клады, значит, и символом является... И вот это самое, так сказать, апофеоз этого празднества, этого обряда, этой мистерии, если получится, состоит в обретении цветка папоротника. Значит, папоротник не цветущее растение, оно очень старое, ему там миллионы лет, но размножается спорами. Поэтому выражение цветок папоротника, это, ну, такой, так сказать, оксюморон невозможное, он не цветет. Значит, поэтому, когда мы говорим о мифологии, то, значит, мы говорим о том, что происходит чудо, то, чего не бывает. Вот, в Минске стоит памятник Янке Купале, вот, значит, это Ян Доминикович Луцевич, который взял себе псевдоним Купала. Поэтому, значит, помимо того, что очень много мифологем славянских в его поэзии, ему самому стоит памятник, у подножия которого изображен цветок папоротника, бронзовый, разумеется. Вот, таким образом, значит, в центре Минска, значит, вот такой культовый момент, значит, связанный с Купалой. И неподалеку фонтанчик, а на нем девушки пускают венки, тоже в Купальскую ночь. Трудно найти белоруса, который бы не участвовал в Купальском празднике, ну, если он проживает на территории, там, республики. Ну, в общем, белорусы в диаспоре, живущие там где-нибудь в Канаде, в США, в Аргентине, в Австралии, а также в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале, может быть, так сказать, этой традиции не придерживается, хотя точными сведениями я не располагаю. Идем дальше, значит, обретение вот этого цветка папоротника или папоротскветки. Как я говорил, в Беларуси очень много пересечений с реалиями, так сказать, мифологическими, поэтому папоротскветка назывался и такой вот ликерчик, и котлета куриная тоже называется папоротскветка. Ну, может быть, это некоторое снижение пафоса, потому что, например, фирма по производству, так сказать, трикотажа, тоже называется Купалинка или Купалинка. Вот, а Купалинка – это такая песня, которую хорошо знают, так сказать, западнее Москвы и на Украине, и в Беларуси. Значит, в песне самой уже, так сказать, все размазано, то ли дочка, то ли ночка, в общем, зачем она полит розу, ружу полит, белые ручки колет. Вот зачем она занялась этим сельским хозяйством с таким ущербом для рук – это отдельная тема. Следующий момент, значит, обретение папоротскветки обозначает одновременно наступление на земле рая. Таким образом, значит, в славянской мифологии есть понятие рай. Оно пришло не из христианства. Оно может называться либо рай, либо вырой. Значит, и в мифологемах, значит, в том числе белорусских поэтов. Очень много белорусских поэтов писали на национальную тему. Это был своего рода, так сказать, жест со стороны шляхетского, то есть более зажиточного, более образованного, более включенного в европейскую цивилизацию слоя социального. Многие учились за границами, владели иностранными языками. Но в поэзии отражали много реалий именно традиционной культуры, подчеркивая единство со своим, так сказать, сословием более простым. Значит, итак, этот вырой или этот рай – место, где зимуют зимой, значит, змеи и прочие там, значит, земноводные. И куда улетают журавли и аисты, по-белорусски буслы, буслы, значит, вот они туда летят. И, значит, когда на земле наступит рай, произойдет множество событий, которые тоже, так сказать, об этом будут знаменовать. Вот на этой мифологеме я в свое время, как говорится, зациклился, закрутился, что вот в какую-то, так сказать, из купальских ночей, которые я буду проводить мистерию, там, праздник, обряд, мы вот эти вот знаки и знамения получим. Но, как говорится, дел прошлое, так как я это видел, я видел тем человеком, каким я тогда был, у меня было там на 20 лет меньше, и если я когда-то был революционным романтиком, то, наверное, вот этот элемент романтизма, революционности перенес и в область, для меня тогда новую, в область практической мифологии. Итак, в нашем пантеоне присутствует очень много богов, значит, если брать суммарно. Вот, ну, внеся некоторые поправки, можно считать, что некоторые боги просто по-разному называются, но подразумевается одно и то же. То есть, если есть, как говорится, бог грозы, то неважно, называется он Перун, значит, Перун, или, как это в некоторых областях Белоруссии, Дондар. Но это тот же самый бог, как бы, только имя у него другое, поскольку, значит, Тонаром, значит, называется бог у германцев южных, а Тором такой же бог, значит, у северных германцев, у скандинавов. Значит, если есть богиня красоты, то, значит, она или Калая, или Гожня, значит, у нас, значит, там, олицетворением красоты может быть богиня Купала. Значит, у белорусов есть вот Калая и Гожня. Значит, дальше, если это весна, то, значит, она либо отдельная весна, либо это Леля, и она же весна. Значит, у белорусов есть божество под названием Цеца, ну, буквально тетя, и это богиня Лето, значит. И вот, если, как говорится, перебрать весь вот этот пантеон, то найдется божество на все случаи жизни, что, как говорится, уже сопоставимо с римской мифологией, которая там строгала их почем зря. Значит, и дверь состояла из, так сказать, створог, и косяка, и порога, то каждое имя божества носит. Вот, значит, славянская мифология при внимательном рассмотрении носит отчетливое сходство с шаманскими мифами. С шаманской мифологией. Изобилие различных транспортных средств в виде орлов, там, медведей, значит, всяких волков и так далее говорит о путешествии. Верхний мир, это шаманский, и о нижнем мире, в который можно спуститься с помощью другого духа помощника. Дальше, значит, культовое отношение к аистам, буслам, значит, тоже говорит о том, что мы имеем дело, так сказать, с полетом к небу, к Богу, к Творцу, к обращениям к высшим силам. Значит, следующий момент, связанный с шаманскими мифами, это обладание человеком сверхспособностей, каковые, так сказать, очень хорошо прослеживаются в белорусских народных сказках собрания Сержпутовского, с которыми я и советую познакомиться. Продолжение следует...